Рейд в район для сотрудников миграционной службы не редкость. На этот раз поступила информация, что в селе Клементьево, Судольского района, на ферме трудятся нелегалы. Проверка показала, все действительно так. У пятерых не обнаружилось разрешения на работу, а один вообще без паспорта. И потом, в стройке, на ферме работают. Кто вас сюда пригласил? На работу кто устроил? Я не знаю. Не знает большинство, как водится, и русского языка. Поднимающее село с трудом пояснили. Связь с миром держит один из старших товарищей. Но в момент проверки его на ферме не оказалось. Он у вас старше, он занимается работой вашей, договаривается, говорит, что делать, как делать, сколько. И он вам деньги платит, да? Телефон есть у вас? У меня телефон нет, только папа есть телефон. Телефон есть, деньги нет. Проживают мигранты неподалеку от фермы. Питаются в приличных условиях, на зависть многим своим соотечественникам. Кстати, сотрудники ФМС нагрянули аккурат в обеденное время, и трапезу пришлось отложить. Нарушителям велели переодеться и садиться в машину. Но вот куда везти? Тем более, что одному без паспорта депортация грозит. Одевать таких приезжих оказывается некуда. Пока оформление документов нелегалы ожидают в отделениях полиции. Но скоро во Владимире появится отдельный центр. Когда-то в этом здании размещалось училище номер 30. Вот даже некоторые атрибуты учебного процесса здесь до сих пор остались. На переоборудование этого здания уже выделено 13 миллионов рублей. Именно здесь в будущем будут содержать нелегалов, которых готовят к выдворению из России. Объект планируют сдать уже этой зимой. А сейчас пока глубокий ремонт. Здание готовит к глобальной переделке. Условия, поясняет УФМС, будут как у людей. Будет и столовая, будет и помещение камерного типа. Но это не режимные будут помещения, как в тюрьме. В комнате будет от трех до четырех кровати стоять. То есть люди себя будут чувствовать комфортно. Естественно, душевые кабины. Новенький центр содержания мигрантов вмещать будет на первых парах 100 человек. Затем эту цифру планируют увеличить до 250. Ведь оформление документов на выдворение одного мигранта из страны может занимать от месяца до года. Алексей Соков, Ян Захаров, Шестой канал.